Бумажный вариант налоговой декларации по НДС приравнивается к ее отсутствию. Другими словами, прежний вариант декларации не будет учтен. Налоговую отчетность нужно предоставлять в электронном виде. Изменились и формы представления налоговых деклараций. Так, с 1 января 2015 года налоговые декларации по НДС необходимо будет сдавать по новой форме. Это также касается и плательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. У них также новая форма декларации. Кроме того, плательщики упрощенной системы налогообложения должны предоставлять налоговые декларации по новой форме уже за 2014 год. Новую форму декларации можно скачать на сайте налог.ру. Изменились и сроки ее предоставления и уплаты налога. Например, с 20 по 25 января. Вообще, НДС платит ежеквартально, не позднее 25 числа. В случае налогового правонарушения грозит ответственность. Что касается имущественного налога с физических лиц, то уведомления и квитанция приходят из Центра налогсервис города Волгограда. Это надо знать и не настораживаться. В Южном федеральном округе определен центр, который осуществляет формирование, упаковку и направление через Почту России данных налоговых уведомлений. Если вы получили налоговое уведомление и в нем содержится сведение, допустим, о непринадлежащем уже вам имуществе, квартире, земельном участке, либо транспортном средстве, пожалуйста, обратитесь в инспекцию с заявлением о том, что у вас, например, прекращено право на какой-то объект. На сегодняшний день, по итогам 2014 года, задолженность только по имущественному налогу по городу составляет 500 миллионов рублей. В отношении физических лиц проводится совместная работа службы судебных приставов, совместно утвержденных графиков еженедельно проводятся аресты имущества удолжников. Также в отношении данной категории налогоплательщиков поданы ходатайства об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. И в отношении индивидуальных предпринимателей также документы готовятся в суд. Чтобы не возникало проблем с налоговой задолженностью, необходимо помнить, что оплачивать налоги на имущество, транспорт, квартиру и землю необходимо своевременно. Елена Авсецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.